Привет, друзья! Совсем недавно я собрал схему аналогов, которой в мире просто нет, поэтому этим роликом и другой статьей я закрепляю на эту схему свой собственный копирайт и повторять ее запрещаю всем. Хотя схема ужасно проста и является, по сути дела, гениальным изобретением. Это не что иное, как сенсор, который обошелся без транзисторов, тиристоров и микросхем. И сенсор этот прекрасно работает, стабильно работает и может выполнять множество интересных функций. Давайте продемонстрирую, как он работает, а дальше мы поговорим, как он устроен и что он может. Прототип схемы срабатывал следующим образом. Касаясь вот этого провода, я могу включать и выключать неонки, ну и тем самым пропускать через эти неонки ток, вызывая свечение, ну и конечно же можно включать какую-либо нагрузку. Все довольно просто, работает идеально, но мне показалось этого мало и я решил снабдить сенсор вот такой вот металлической пластиной от жесткого диска. Разумеется, диск должен иметь контакт с центральным проводом нашего сенсора, точнее моего сенсора. И при касании к диску все великолепно срабатывает. Но так мы прикасаемся и по сути дела не имеем никакой гальванической развязки от самой схемы высоковольтной сети. Тем более, что тут 300 вольт, ну или же те самые 220, которые надо умножать на коэффициент. Средняя точка, конечно, является делителем напряжения и тока, но все-таки вроде бы как опасна. Так вот, функционал этой схемы намного шире и она может чувствовать не только прикосновение, но даже приближение. Давайте накроем диск сенсора любым изолирующим материалом. Это полотенце не мокрое, то есть суть тут совсем в другом. И накроем сенсор ладонью. Сенсор сработал, неонки загорелись. Да, они немножко мерцают, но могут гореть и ярко и постоянно. На самом деле, моя ладонь вместе с этой пластиной образует конденсатор. И благодаря этому, эта схема чувствует мое дистанционное прикосновение. Давайте я продемонстрирую, что произошло. Мы возьмем очень небольшую емкость. Я буду держаться только за один вывод. И прикоснусь к выводу сенсора. Лампочки ярко загорелись. При этом прямого контакта между схемой и моим телом нет. А емкость эта весьма и весьма мала. Я мог бы воспользоваться и ограничительным сопротивлением, порядка 1 мегаома. Схема точно так же срабатывает при наличии контакта. Использовать резистор вовсе не обязательно. Подойдет самая маленькая емкость. Даже вот такая. Кому не знакомы такие конденсаторы, могут посмотреть у меня на канале. Но и эта емкость позволяет срабатывать схеме. Многие из вас наверняка знают, насколько мала емкость варистера. Эта деталь практически не проводит ток. Давайте попробуем с ее помощью запустить сенсор. Прекрасно срабатывает даже от столь малой емкости. Ну и что уж говорить о вот таких или же вот таких вот конденсаторах. Это высоковольтные конденсаторы очень малой емкости, которые прекрасно подходят в эту схему и заставляют ее работать. Но гораздо интереснее схема срабатывает, когда мы увеличиваем площадь сенсора. Тем самым мы образуем конденсатор пока что с одной обкладкой, достаточно большой емкости. Ну по крайней мере емкости сравнимой с варистером. И такой конденсатор и такой сенсор, они уже начинают чувствовать приближение моей руки с гораздо большего расстояния. Теперь я могу практически не подносить ладонь вплотную и даже не надавливать на полотенце. Большая площадь обкладки создает тот самый конденсатор, в поле которого сенсор меня прекрасно чувствует. А значит такая система может служить охранной сигнализацией и охранять какие-нибудь мелкие предметы в музеях и на выставках. Сама схема может быть где-нибудь в помещении охраны, а сенсор по проводам может быть соединен на каком-нибудь стенде с охраняемыми предметами. Дальше все по той же схеме. Как только сюда приходит небольшое касание или же рядом с этой пластиной появляется ладонь злоумышленника, сенсор срабатывает, индикатор. Ну и конечно такую схему можно снабдить каким-нибудь звуковым свистком, чтобы охрана могла не только видеть, но и слышать о произошедшем нарушении. Все настолько просто, что должно было быть изобретено давным-давно. И действительно было изобретено давным-давно. Одним из учеников средней школы 43 города Владивостока. Правда использовал он тогда не вот такие четыре неоновые лампочки, что само по себе является интересным вариантом, а вот такие вот радиолампы, которые называются терротрон МТХ-90. Они проявляют себя точно так же, как и соединенные последовательно четыре неоновых лампы. Вся схема работает благодаря тому, что напряжение в 300 вольт из розетки делится пропорционально между каждой из неонок, и этого суммарного напряжения не хватает на то, чтобы хотя бы какая-нибудь из неонок могла загореться. Далее сенсор. Сенсор находится в средней точке, и касание к ней вызывает небольшой тлеющий разряд в одной из этих колбочек. Что приводит, конечно же, к вспыхиванию тлеющего разряда в одной из лампочек. Ее сопротивление падает, и все остальные лампочки в цепи начинают светиться, потому что им напряжения теперь уже хватает. Потому как напряжение зажженной неоновой лампочки гораздо ниже, чем то напряжение, которое нужно, чтобы она начала светиться. Напряжение такое порядка 80 или 90 вольт. При зажигании лампочки на одной из горящих лампочек падает около 45-50 вольт. Безопасность схемы в случае использования здесь в цепи высокоомного сопротивления выше, чем у индикаторной отвертки. Ограничение тока неонками, опять-таки делитель напряжения, приводит все к тому, что человек не подвергает себя опасности, когда прикасается к этому проводу. На этом я с вами досвиданькаюсь и продолжу баловаться этой замечательной схемой и искать некоторые ее замечательные и, может быть, даже секретные функции. Если найду, обязательно вам расскажу. Пока, ребята! Продолжение следует...